привет друзья многие в комментариях меня попросили чтобы я проехал мимо дк искры ну вот сейчас я решил сделать это проеду покажу вам и не только дк искру парк петровского так называемый тоже мы проедем сейчас посмотрим что там произошло и там еще не было этом районе ну дк искру само собой покажу конечно что там от нее осталось как и ранее что и обещал что если вдруг какая-то будет военная техника вы конечно же ее не увидите я либо выключу камеру либо я просто вырежу этот эпизод понимаете все я думаю для каких целей это целях собственно безопасности прежде всего так что я считаю что мой канал без политики я просто показываю на что город сейчас похож а дальше потом на что город будет похож ну это будет видно я буду показывать непосредственно по мере изменения по мере происшествий то есть как будет происходить что и я буду периодически показывать так что сейчас я еду к дк искре ну и спустимся вниз и поднимемся по тополиной интересно мне глянуть на тополину что там как погнали итак друзья естественно это металлургов проспект на каскад магазин был много идет техники стройматериалы идут я так понимаю все будет строиться потому что очень много стройматериалов аэробелл какой-то не знаю что это такое техника краны все это идет вот здесь был щиреку вот видите что от него осталось от этого магазинчика почему-то щиреку мы или щиреку мы магазины очень сильно пострадали особенно сильно пострадали они практически все выгорели итак друзья мы выехали на проспект ильича справа сейчас будет дыка искра подъеду чуть поближе наверное многие жители мариуполя знали как выгодила дыка искра теперь можете посмотреть что от нее осталось уже немножко разгребли я смотрю мусор но не сильно вот так друзья выглядит сейчас дыка искра дальше завода управления зум ваша было сейчас я вам покажу его вот вы видите завода управления зумаша тут тоже все в красе просто тихий ужас выгоревшие здание полностью вот так это выглядит сейчас это парк петровского ленина скинули давно она скоро поставят обратно здесь он то поля перебитая едем дальше к парку петровскому здесь жесть была сам парк петровского здесь ничего вроде бы нормальный здесь азов маш был баскетбольный клуб стекол нет вот так само здание вроде ничего это азов маш сам завод побили сильно крыши нету вот танковые попадания дырки это прямо напротив стадиона и лечовец вот он стадион и лечовец вроде он целенький уцелел ну а здесь конечно побили едем дальше вы путешествуете вместе со мной я еще пока тут не был в этих краях поэтому решил прокатиться думаю покажу вам сам посмотрю уборка территории идет полным ходом поэтому не удивляйтесь конечно уже провода на дороге не валяются участники убирают очень активно но и транспорта много стало ездить здесь у нас ничего все нормально ничего не пострадало и нечем устрадать здесь с правой стороны станция бош сервис ну наверно проеду чуть-чуть дальше а потом развернусь посмотрим что там с бош сервисом ст его бош сервис практически не пострадала ну так немного крышу там вывески kia motors вообще целенькая практически там стеклышки чуть разбитая а так целая ну так что друзья хоть ничего тут сильно не пострадала разворачиваюсь еще раз киа motors черри станция я не знал что черри у нас тут вот рядом не знаю что это было форт по-моему форт сгорел станция форт едем по тополиной сейчас поворачиваю на тополиной это вот заправка параллель кстати не пострадала заправка параллель практически целенькая тут дорога конечно валеная газовая заправка без метана заправляли практически целая сама тополина я ничего так в принципе тут зданий то и нету там чуть выше здания будут магазины сейчас проявляемся проверимся ну а следующее будет друзья мои черемушки конечно ооо мост охренеть да друзья мои тут мост взорван но люди проезжают и я поеду вот так вот выглядит этот мостик да интересно по ямам ездить по таким ну люди проезжают и я проехал мост был взорван раньше я катался по вот этой дороге на электромотоцикле который у меня благополучно украли друзья мои пока здесь ничего нету хочу попросить вас если вы досматриваете этот видеоролик до конца если кто-то увидит вдруг на дороге электромотоцикл черного цвета черный матовый с белыми наклейками и наклеечки самое главное будут тесла наклейки и надписи будут тесла на нем на баке ну типа топливный бак там написано тесла если увидите дайте знать мне сообщите пожалуйста электронная почта есть в моем профиле потому что это мой электромотоцикл он один такой не только в городе это самостоятельно делали наклеечки тесла на него ну в общем я буду очень благодарен и обязательно благодарю человека если поможете мне найти мой электромотоцикл документы у меня на него есть вот негодяи которые у меня его украли не знают что у меня есть на него документы здесь было вот сильное попадание а что-то сгорело машина какая-то была сгорела заправочка целая практически уцелела вид отсюда такой что в общем-то здесь практически ничего не пострадало внизу вверху все в порядке не вижу я здесь разбитых домов а вот у нас здесь что-то сгорело какое-то здание сейчас увидим что тут у нас еще так друзья ну здесь практически ничего не пострадало все я вижу пока целое как-то вот этот район оказался счастливчиком вон даже станция технического обслуживания уже работает о как СТО работает ну автомагазины еще не все работают итак друзья едем в сторону 20 мегарайона значит у нас в общем-то там где мы проехали уже все нормально там практически ничего не пострадало вот 20 мегарайон открываются девятиэтажки первые тут конечно раньше стояли заревшие автомобили на дороге но их уже убрали по городу подочистили чуть-чуть поубирали вот здесь вот девятиэтажкам этим повезло в общем-то они практически так не сильно пострадали ну все относительно конечно же друзья относительно здесь все практически целое и даже остекление во многих квартирах абсолютно целое едем дальше сейчас проедем по Урицкого итак друзья вот она наша Урицкого улица 21 микрорайон и вот они дома сгоревшие сразу с левой стороны полностью выгоревший дом за деревьями друзья мои уже плохо видно конечно но я думаю вы все равно увидите вот он выгоревший практически полностью немного один подъезд по-моему остался а так выгорело этому дому не повезло те дома которые как бы в серединке тем повезло там все в порядке здесь практически во многих домах уже есть свет и во многих домах есть даже вода не везде но есть люди уже живут тут целое все Амстердам насколько я помню да Амстердам и Грация Грацию здесь строили так и не достроили Амстердам пострадал немного но незначительно Грация тоже пострадала повыбивали мародеры все что можно было здесь все целое в общем то с этой стороны 23 микрорайон не сильно пострадал потому что это все таки не окраина пострадала больше окраина то есть те люди которые выехали просмотрев мои видеоролики можете убедиться в том что если вы отсюда то насколько целые дома и можно ли вам возвращаться видите все своими глазами специально для вас это делаю кстати люди интересно солнечные панели поставили и электричество таким образом получают здесь целые дома тут все нормально сейчас проедем на солнечную по солнечной прокачусь и покажу вам дома которые по солнечной здесь это 14 этажка вроде как целая поубирали много друзья мои конечно провода висели сейчас не мусора так много нет ни провода не висят потому что очень много проводов висело прямо здесь по этой дороге здесь я был уже ранее кстати щирякум здесь закрыли чтобы полностью не разворовывали уже дальше мусор разгребли с этой стороны дома практически все целые коммуна особо вообще не пострадала ну вот здесь это солнечная улица друзья здесь конечно да девятиэтажки пострадали потому что здесь крайние девятиэтажки вы сейчас увидите все своими глазами вот это вид с улицы солнечной выгоревшие дома обвалившиеся переходы переход полностью обвалился там вдалеке тоже дома выгоревшие не полностью но есть вот тут вверху попадания были верхний девятый этаж выгорел ну вот эти угловые тут выгоревшие полностью я уже показывал вам ранее здесь просто ужас попадания очень мощные эти девятиэтажки которым совершенно не повезло вверху да здесь он валеный полностью видите как сильно дом ну эти выгоревшие валеные тут все в кучу эти дома будут идти под снос по крайней мере так заявляют да здесь выгоревшие полностью до встречи